Привет, преподаватели! Меня зовут Кэтрин, и это мой наноурок для вас, для преподавателей Teacher Training. Как вы готовитесь к проблемам на уроках? Я всегда готовлюсь к проблемам на уроках. Мне кажется, болезнь легче предупредить, чем лечить её. Ну, первое, что я делаю? Это я собираю информацию о моих студентах, особенно если это первый урок. Как? Я иду к тем людям, которые уже преподавали у этих студентов, либо, может быть, это начальство будет, может быть, это родители, но я собираю как можно больше информации о моих студентах. То, что это поможет мне понять, что я могу делать на уроке, что я не могу. Это уровень, это количество людей и так далее. Второе, я, конечно, использую свой опыт предыдущий. Я знаю, что вот такие типы заданий всегда трудны для студентов. Или я знаю, что вот это время всегда студенты ошибаются вот здесь, вот в этой грамматике. То есть мой опыт мне поможет и подскажет мне, какие проблемы могут на уроке возникнуть. Третье, конечно, я использую опыт коллег. Я прямо иду к преподавателю, который уже вёл эту группу этих людей, и говорю, вот расскажи мне, что тут происходило. Мне прям человек берёт список и говорит, ну, вот этот студент немножко слабенький, вот эти двое всё время дерутся, не сажая их вместе. Ну и так далее. То есть такая инсайдерская информация, которая, опять же, мне поможет планировать мой урок. Ну, значит, информацию я эту собираю. Дальше план Б. Как я готовлю план Б? Первое. Мой принцип, да. Всегда нужно искать проблему дома. То есть решать проблему на уроке, вот сейчас, когда она уже возникла, реагируя на это, может быть, даже эмоционально, и пытаясь как-то вдруг быстро всё собрать, это в кучу на уроке. Это не самый хороший метод, поэтому нужно искать проблему дома всегда. Просматривать учебники, материалы, думать о количестве студентов, кто у вас на уроке, где, как, кого посадить. Всё делается дома. План Б, вторая вещь, мы разрабатываем тоже дома. То есть мы не можем вдруг на уроке понять, что нам делать, если это можно сделать дома, и это будет гораздо эффективнее. Ну и третье. Когда вы этот план Б создали, вы идёте с ним на урок, вы, по сути, его на уроке тестируете. То есть вот у вас есть запасной этот вариант, мы его сейчас протестируем. Что делаем мы дальше? Если он сработал, если действительно этот план был так прекрасно подготовлен, и всё получилось очень хорошо, мы его сохраняем, сохраняем себе. Я всегда делаю такую вещь, беру такие папочки, не знаю, как они называются, такие папочки ещё не бывают с ручками, туда кладу прям учебник, и вместе с этим учебником я туда складываю всякие док-материалы, всё, что у меня есть. То есть я это всё сохраняю, в следующий раз, когда я по этому учебнику должна учить, мне не нужно будет опять ходить и собирать, и думать что-то. Ну, значит, в результате что происходит? Если у нас есть план Б для трудных каких-то вещей на уроке, это значит, что мы готовы, лучший урок будет гораздо эффективнее. Ну, теперь примеры, да. Например, вот у нас есть учебник, и в учебнике есть задание, например, расскажите о своём городе. Я это задание лично не люблю, потому что, ну, город, особенно маленькие студенты, ну, что город, ну, большой, ну, красивый, как-то всё это так, они без энтузиазма воспринимают, что я обычно делаю. Мой план Б такой. Я обычно приношу видео, где кто-то рассказывает о своём крутом городе очень интересном, то есть какое-то такое занимательное, что-то интересненькое. Я приношу фотки разных городов, фотки я беру, если вы не смотрели моё предыдущее видео, называется «Папка с картинками», есть волшебная папка, куда я складываю всякие разные картинки. Ну, и вот я возьму картинки, здесь у меня есть такая закладка «Места», там будут какие-нибудь красивые места интересные, вот здесь. Я их принесу. Это будет мой план Б. Если я знаю, что это задание не работает про город, я просто подготовлю и принесу свои. Второе задание – пример. Напишите пять предложений о чём-то. Ну, тоже такое задание, я его не очень люблю, потому что пять предложений о чём-то, не знаю. Я обычно приношу, опять же, фотки из моей папки и делаю какое-то креативное задание с этими фотками. Либо я делаю игру, например, пять предложений, может быть, я дам им уже предложения какие-то готовые, разрежу на две части и попрошу их найти начало и конец. Ну, что-то такое. Особенно это хорошо, когда студенты рано заканчивают, то есть, например, быстрые студенты, ресоображают быстрые студенты. Хорошо иметь вот этот план Б с картинками всегда помогает. Ну, теперь ещё немножко о неудачных, на мой взгляд, примерах из учебников тоже. То, что я лично стараюсь избегать из моего опыта, да. Первое – это песни. Песни – это такая вещь, если они в учебнике даны хорошо, если там действительно с этой песней можно работать, то всё идёт прекрасно. Ну, как правило, почему-то в учебниках это всё как-то так проходится странно. То вокабуляр они просят какой-то использовать в заданиях, которые они в песне услышали. Ну, всё как-то это слабенько так разваливается на уроке, мне не нравится. Если уж мы работаем с песнями, я обычно готовлю свои раздатки. Если я хочу вокабуляр, будет вокабуляр. Если я хочу грамматику, будет грамматика. Ну, как-то я вот готовлю. Может быть, картинки приношу. Не доверяю я учебникам на эту тему, потому что редко, когда работают песни. Ну, ещё такая вещь опасная, на самом деле, для урока. В песнях очень много всяких намёков, каких-то завуалированных таких вещей, которые студенты не понимают. Если они не понимают, это нужно объяснять. Опять же, нужно готовиться. То есть, если это песня, то готовится очень хорошо. Это первое, что я в учебниках ищу. Вот есть ли там такие реально опасные места. Вторая опасная вещь, на мой взгляд, это дискуссии и дебаты. Когда люди говорят, вот у нас тема, например, телевидение. Хорошо это или плохо? Вот, ребятки, собрались, давайте обсуждать. Ну, ребятки, конечно, в силу своих способностей стараются обсуждать. Но всё это очень тяжело. Если это в учебнике дано, вот так походя просто, я это не делаю. Потому что дебаты, дискуссии, это, на самом деле, одна из таких больших тем, которые нужно реально уметь планировать очень хорошо и очень хорошо готовиться. Это всегда раздатки. В моём случае всегда роли. То есть, я раздаю ролик, то, что делает в этой группе или в парах. Всегда есть человек, который записывает что-то. Может быть, я какие-то раздатки даю, где информацию нужно собрать. Кого-то пойти опросить. Ну, это вообще сложное планирование. Дискуссии, дебаты – это не на 10 минут работа. Ещё тексты, да, в учебниках. Прочитайте, ребята, текст. Ну, как вот, вы всё поняли. Вопрос, который задавать, мне кажется, не имеет никакого смысла. Если мы работаем с текстом, то всегда дополнительные раздатки должны быть. И какие-то игры с этим текстом зависят от текста. Ну, всё это нужно готовить. Ну, и последнее. Если мы готовим план Б, да, два, две вещи, которые вы можете сделать прямо сейчас, прямо сегодня, чтобы самим себе помочь. Первая вещь – это возьмите свой учебник и просто просмотрите его весь. И поищите там вот такие трудные места. Представьте себе ваш класс. Вот что вы думаете, будет трудно. И начинайте готовить план к нему. Второе – задайте себе такое правило, что я всегда буду планировать на один или два урока вперёд. Так, чтобы у вас был небольшой зазор подготовиться. Это то, что можно сделать уже сейчас. Ну, вот такой план Б. Вот моя доска, чтобы всё ещё раз быстренько просмотреть. Да, готовимся, знаем своих студентов, используем свой опыт, обязательно свой опыт своих коллег. Да, ищем проблему дома и план Б готовим тоже дома. Потом тестируем и сохраняем, используем его ещё раз. Да, вот неудачные примеры. Город, расскажите о городе, напишите пять предложений. Песни, дискуссии, дебаты и читаем текст. Это всё нужно аккуратно, хорошо просматривать в учебниках и готовиться. Всегда раздатки, всегда какие-то докматериалы. Таскайте с собой папочки, как я, и должно всё получиться. Спасибо, что смотрите. Увидимся позже. Пока. 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 Пока.